Как сделать маску своими руками? Маска, сделанная своими руками, непременно привлечет внимание окружающих и доставит массу удовольствия при создании. Сложность создания маски зависит от ее типа. Картонные делать легче остальных, а гипсовая маска считается самой сложной. Инструкция 1. Для изготовления самой простой картонной плоской маски понадобится плотный картон, цветная бумага и различные детали для оформления, например, фольгу, стразы, блестящая самоклеящаяся пленка, перья, а также ножницы, клей, тонкая резинка или веревочка для крепления маски. На картоне рисуется нужная форма маски от руки или по шаблону из интернета, после чего маска вырезается и оклеивается цветной бумагой, пленкой или фольгой и декорируется. По краям маски делаются отверстия для крепления резинки. Таким способом лучше делать маски очки, так как они не нуждаются в рельефности, но смотрятся очень загадочно. 2. Для создания маски из папье-маши нужно взять глину или пластилин, клей, простую бумагу или газету, плотную бумагу, ножницы, кисти, марлю, бинт и вазелин. Сперва нужно изготовить основу маски. Для создания основы нужно смазать лицо вазелином, а поверх него нанести глину или пластилин. 3. Оставить на час, чтобы основа высохла и затвердела. Осторожно снять ее, вырезать глаза и рот, проложить марли и оставить на сутки сушиться. Во время ожидания можно нарвать газету на мелкие кусочки. Как только основа высохнет, можно продолжать. 4. Нужно смазать основу для маски вазелином, затем выкладывать поверх нее небольшие кусочки бумаги, смоченные в воде. Когда первый слой будет закончен, поверх нужно нанести клей. Затем снова нужно выложить слой из мокрых кусочков бумаги, а поверх него клей. Всего должно получиться около 4-5 слоев. Пару слоев стоит сделать из плотной бумаги, чтобы маска стала крепче. Оставьте маску сушиться, а затем загрунтуйте раствором мелой клея. После высыхания грунтовки маску можно декорировать, раскрашивать, обклеивать стразами. 3. Для создания гипсовой маски очень важно выбрать подходящее место. Этот материал быстро пачкает все вокруг, поэтому стоит отвести отдельный район комнаты, застелив его бумагой и газетами. Важно запастись бумажными полотенцами, чтобы в любой момент иметь под рукой средства для быстрого наведения чистоты. Помимо них стоит сразу подготовить и остальные необходимые материалы. Гипсовый бинт, теплая вода, газеты, жирный крем, модельная глина. Гипсовая грунтовка, шнурок, краски и украшения. Гипсовый бинт стоит нарезать на разные полосы, широкие, узкие, большие и маленькие. Материала должно быть столько, чтобы хватило на укладку в три слоя. Подготовленный материал нужно положить в емкость и заранее приготовить таз с теплой водой. Количество полосок зависит от того, будет маска на все лицо или лишь на половину. Если остановились на первом варианте, стоит проделать маски и ноздри для дыхания. В качестве модели нужно найти помощника, который сможет высидеть долгое время без движения. Скажите, чтоб выбрал ненужную одежду, которую не жалко выбросить, гипс сильно пачкается. Лучше всего уложить помощника в горизонтальное положение, чтобы тело не болело от неподвижного сидения, подложить под голову и шею подушечки. Чтобы убедиться в том, что у человека отсутствует аллергия на вещества, из которых будет делаться маска, особенно на гипс, за сутки. Стоит попросить статиста положить на запястье тестовый кусочек бинта с гипсом. Важно настроить человека так, чтобы в процессе работы он не шевелился, не морщился, не смеялся. Также нужно, чтобы человек убрал волосы под душевую шапочку и нанес на лицо вазелин, особенно в районе роста волос, носа, бровей и глаз. Настоятельно рекомендуется не забывать о подготовке, чтобы маска в дальнейшем проще отошла от кожи и волос. После подготовки начинается основное действие. Накладывается основа маски, это первый слой. Полоски бинта окунают в воду, отжимают излишки воды, а затем наносят на лицо. Слои должны быть идеально ровными, без пробелов. На переносице стоит образовать крестообразное сочетание полос, чтобы лучше держалось. Бинта обязательно нужно тщательно разглаживать. Слой за слоем полосы нужно использовать по максимуму, вырезая окантовки и выемки. Второй слой накладывают по такому же принципу, но используя более крупные полосы. После небольшой паузы, чтобы слои немного подсохли, нужно наложить третий слой. На этом этапе желательно добавить ряд деталей. Например, сделать чуть больше носа или выдающийся подбородок. Важно отобразить эмоции. Самые слабые места – вокруг глаз. На третьем этапе их непременно стоит усилить. Теперь останется только ждать, пока помощник не подаст знак, что маска стала отходить от лица. Значит она достаточно подсохла, чтобы ее можно было снять. Пусть ваша модель поморщит нос, активно поиграет мышцами лица, чтобы маска лучше отошла от кожи. Теперь нужно взять ее за край и слабо потянуть. Если маска не отходит, стоит подоткнуть под нее пальцы и потихоньку помочь ей отойти. Пока что маска не застыла, как следует нужно проделать небольшие отверстия дыроколом по краям, чтобы продеть в них веревки-держатели. Сохнуть маска будет всю ночь. Отделка предполагает массу декоративных деталей. Среди них можно отметить дополнительные полосы для украшения – бусины, стразы, ленты, перья, блески. Можно добавить клюв, для чего применяют модельную глину, из которой можно сделать и приподнятые скулы и другие интересные детали. После внесения изменений нужно снова дать маске хорошенько просохнуть. Затем нужно зачистить поверхность наждачкой, чтобы сделать маску гладкой. Изнутри можно обклеить ее мягкой бумагой, чтобы гипс не оцарапал лицо. Красками наносит свет на маску, чтобы придать ее яркость. Как только этап украшения полностью закончен, можно прикрепить к маске шнурок, который будет удерживать ее на лице. Также после высыхания рекомендуют покрыть маску специальным лаком, что убережет ее от проникновения влаги и разрушения. Субтитры создавал DimaTorzok